Бسم الله, الحمد لله, السلام على رسول الله وعلى الله عليه وسهبه ومنه على المباد Продолжаем вопросы, которые связаны с Талафом Аль-Ифада И на прошлом уроке начали разбор этих вопросов и разобрали некоторые из них Из этих вопросов разобрали о времени, когда совершается Талаф Аль-Ифада И говорили то, что время Талафа Аль-Ифада бывает двух видов Наилучшее время и то время, которое разрешено И соответственно разрешенное время делится еще на две ситуации Те, которые являются слабыми, уходят с Муздалиф и Паранча И те, которые являются не слабыми, уходят с Муздалифа в свое время То есть у них свое время, которое является разрешенным И соответственно разрешенное время также бывает начало времени С какого времени можно делать Талаф Аль-Ифада и его конец Теперь следующий вопрос говорит Каково постановление того человека, который вернулся в свою страну При том, что не сделал Талаф Аль-Ифада Как мы говорили Талаф Аль-Ифада, его постановление то, что это рукан Столб Хаджа, то есть его совершить необходимо для того, чтобы твой Хадж был действителен Но вместе с этим мы говорили то, что человек Если у него есть уложительная причина То он может отложить совершение Талаф Аль-Ифада До чего? До конца своей жизни Поэтому если человек вернулся в свою страну Не совершив Талаф Аль-Ифада То каково его положение? Говорит Говорит, большинство ученых считает То, что такой человек То есть даже если вернулся в свою страну Продолжает оставаться в состоянии Ихрама В каком смысле в состоянии Ихрама? Как мы говорили Он вышел из Ихрама первым выходом Но не вышел из Ихрама вторым выходом Как мы говорили Выход из Ихрама бывает двух видов Или двух выходов Первый выход это когда человек выходит из Ихрама После того, как побреет голову Этот выход заключает в себе что? Что ему становится разрешено все Что было запрещено в Ихраме Кроме совершения полового акта Так, это человек А второй выход из Ихрама когда? Когда человек совершит Талаф Аль-Ифада Так вот перед нами человек Который Талаф Аль-Ифада не совершил И вернулся к себе в страну То есть он не вышел из Ихрама полностью Половой акт ему до сих пор запрещен Нам Но означает ли, что он ходит в белой одежде В визаре, вреда или нет? Нет, мы сказали Потому что первый выход из Ихрама он уже сделал То есть ему разрешено одевать одежду Расшитую по частям тела Разрешено использовать благовоние Разрешено брить голову И тому подобные вещи Разрешено охотиться Все это ему разрешено Значит, он может ходить в своем городе То есть в нормальной одежде Использовать все, чем пользуется человек Но половой акт совершать не может Это мнение большинства ученых Затем должен вернуться То есть когда у него появится возможность Должен вернуться в Мекку В состоянии Ихрама И совершить этот Талаф Какой Талаф Аль-Ифада Это первое мнение в вопросе Теперь второе мнение в вопросе Такое же мнение, как первое Его придерживаются Абу Ханифа и также Имам Малик Но отличается от первого чем То, что он не просто возвращается к себе в страну А потом возвращается обратно в Мекку И совершает Талаф Аль-Ифада Но он еще плюс к этому должен принести жертвоприношение За откладывание Талаф Аль-Ифада От его основного или наилучшего времени Это второе мнение в этом вопросе И сказал Аль-Хасан Аль-Басри То есть он обязан совершить хач на следующий год И это же мнение передается от Ата Ибн Абербаха Как второе мнение от него То есть Аль-Хасан Аль-Басри Обязывает этого человека совершить год Именно совершить хач именно на следующий год То есть не когда он решит А на следующий год Далее, теперь четвертое мнение в вопросе А Ибн Азам вообще считает, что хач такого человека становится батль Становится недействительным То есть если он не сделал Талаф Аль-Ифада И вернулся в таком состоянии домой То его хач становится недействительным А если тот хач, который он совершал Был хаджем ислама Что значит хаджем ислама? То есть тот хач, который человек совершает первый раз в жизни То есть ваджебом, который является для него Говорит Ибн Ахазам Если этот хач был хаджем ислама И он стал недействительным у него То он обязан совершить хач еще раз На следующий год, если у него есть возможность Вот это вот мнение в нашем вопросе, которое имеется Правильное мнение в этом вопросе Это мнение большинства ученых То, что он возвращается к себе домой То есть если он возвращался к себе домой Не сделал Талаф Аль-Ифада То он продолжает соблюдать запрет Ихрама То есть запрет второго выхода Ихрама То есть ему запрещено совершать половой акт Все остальное он может совершать Может делать, пользоваться тем, что он не в Ихраме, не в основном И затем должен вернуться в Мекку И совершить хач А я совершить хач говорю Совершить только Талаф То есть хач совершать он не обязан Но ему необходимо совершить вот этот вот Талаф Аль-Ифада И здесь остается добавить, можете у себя подписать, вопрос, а если человек не способен удержаться от полового акта, то есть, возможно, что у него появится возможность совершить поездку в Мекку и сделать там талаф только через большое время, так или нет, может быть, через годы, может быть, через год и тому подобное, тогда этот человек поступает так, как поступает человек, который был удержан от хаджа из-за врагов, или из-за того, что сломал ногу, или из-за того, что заболел, допустим, то есть, поехал в хадж, вступил в храм, но не смог этого хаджа совершить. Как он поступает? Он выходит из храма тем, что приносит жертвоприношение. Так же поступает в данном случае и этот человек. Приносит жертвоприношение с намерением выхода из храма. Но после этого он обязан поехать в Мекку и сделать уже не просто таваф алифады, а должен сделать что? Должен сделать новый хач. То есть хач должен сделать заново. То есть в этом случае его хач становится недействительным, так как он вышел из храма. Так без чего? Без тавафа алифады. И на нем обязан совершить хач заново. Вот это ясно или нет? Что касается женщины, то есть если перед нами женщина и у нее случилась менструация, так что она не смогла сделать таваф алифада, тогда мы сказали, люди должны ждать ее и она также должна ждать, когда закончится ее хайп, то есть ее менструация, и она совершает таваф алифада и после этого уезжает. Если же у нее начался нефаз, то есть допустим началось послеродовое кровотечение, которое обычно у женщин длится около 40 дней, чуть больше, чуть меньше, то есть нет минимальной или максимальной границы этому, тогда она также ждет в Мекке, не уезжая к себе домой, совершает таваф алифада после того, как очистится. Даже если это уже будет после месяца Зульхиджа, то есть даже если месяца хаджа уже завершатся, а это так и будет, то есть если у нее перед таваф алифадов случился нефаз, а это какое число, а это уже 10 число месяца Зульхиджа, прибавляем 40, так это будет около 20 числа месяца Мухаррама, только у нее закончится что? То есть у нее закончится нефаз. Соответственно в это время она совершает таваф алифада и возвращается домой. Если же она, не совершив таваф алифада, возвращается домой, то ее постановление, как постановление того человека, о котором мы сейчас разговаривали, то есть в нашем вопросе, то что он возвращается домой, воздерживается от полового акта, должен вернуться и совершить таваф алифада. Если же он не может воздержаться от полового акта, тогда он приносит жертвоприношение, его хадж становится недействительным, он должен совершить хадж заново. На следующий год, если способен. Если не способен на следующий год, то тогда, когда станет способен. Правильный ответ в этом вопросе понятен или нет? Далее, теперь следующий вопрос. И на нем обязан совершить хач заново. Вот это ясно или нет? Что касается женщины, то есть если перед нами женщина и у нее случилась менструация, так что она не смогла сделать таваф лифада, тогда мы сказали, люди должны ждать ее, и она также должна ждать, когда закончится ее хайп, то есть ее менструация, и она совершает таваф лифада и после этого уезжает. Если же у нее начался нефаз, то есть допустим началось послеродовое кровотечение, которое обычно у женщин длится около 40 дней, чуть больше, чуть меньше, то есть нет минимальной или максимальной границы этому, тогда она также ждет в Мекке, не уезжая к себе домой, совершает таваф лифада после того, как очистится. Даже если это уже будет после месяца зульхиджа, то есть даже если месяца хаджа уже завершатся, а это так и будет, то есть если у нее перед тавафом анлифада случился нефаз, а это какое число, а это уже 10 число месяца зульхиджа, прибавляем 40, так это будет около 20 числа месяца Мухаррама, только у нее закончится что? Закончится нефаз. Соответственно в это время она совершает таваф лифада и возвращается домой. Если же она не совершив таваф лифада возвращается домой, то ее постановление, как постановление того человека, о котором мы сейчас разговаривали, то есть в нашем вопросе, то что он возвращается домой, воздерживается от полового акта, должен вернуться и совершить таваф лифада. Если же он не может воздержаться от полового акта, тогда он приносит жертвоприношение, его хадж становится недействительным, и он должен совершить хадж заново. На следующий год, если способен. Если не способен на следующий год, то тогда, когда станет способен. Правильный ответ в этом вопросе понятен или нет? Далее, теперь следующий вопрос. Правильный ответ в этом вопросе понятен или нет? Далее, теперь следующий вопрос. Правильный ответ в этом вопросе понятен или нет? Далее, теперь следующий вопрос.